несколько простых шагов чтобы закончить поиск себя и уже прямо здесь и сейчас прийти в то состояние которое ты ищешь прийти домой во первых нужно спросить себя кто ищет если ты ищешь себя хочешь найти чем и занимается огромное количество людей они ищут себя но кто ищет и кто что хочет найти вот такие вопросы они обезоруживают персонажа обезоруживают мысли потому как этот вопрос может сломать игру а выйти из этой игры значит просто увидеть того кто что-то ищет и вся духовность сводится к очень простой истине которую я для себя и для тебя могу выразить так что внимание внимательность наблюдательность внимание либо в моменте в том что есть сейчас ощущение картинка звуки запахи когда в моменте ты живешь ты чувствуешь жизнь либо внимание в мыслях и тогда вот кто-то что-то ищет кто-то живет ожиданиями что когда-то просветлеет пробудиться что когда-то что-то произойдет что-то будет лучше в будущем но кто этого хочет это очень просто и настолько просто что сложно потому что для ума нужно иметь какой-то вызов преодолевать сложности медитировать 10 лет очищаться прокачивать чакры что только не существует в мире эзотерики разные разные штуки но я же говорю тебе что это очень просто уже в моменте здесь и сейчас оказаться фокус лишь в том куда направлено твое внимание просто будь внимателен направь все свое внимание в момент здесь и сейчас просто с открытыми глазами воспринимай можешь можешь смотреть мне в глаза можешь воспринимать картинку объемно и все внимание в моменте что или ты думаешь там есть что-то еще что-то чего-то еще недостаточного что еще стоит что-то сделать что-то обрести еще как-то стать лучше но пойми что это просто голоса просто идеи которых ты нахватался из разных источников и неосознанно в них вваливаешься это лишь идеи лишь мысли которые как раз таки мешают тебе присутствовать быть в моменте ощутить вот это спокойствие и удовлетворение вот внимание у тебя в моменте и тут возникает мысль нет это что-то не то это еще недостаточно я еще недостаточно в моменте нужно что-то еще сделать вот такие мысли еще нужно серьезнее практиковать вот и когда внимание в них направлено тогда ты веришь в это внимание торжествляется и все начинаешь практиковать 10 лет вместо того чтобы просто разрешить этим мыслям быть здесь но не воспринимать их серьезно и остаться в моменте здесь и сейчас прямо сейчас в любой момент дня в любой ситуации ты можешь быть внимательным осознанным в моменте присутствующем как это только не называют медитативным медитативным это значит что твое внимание в моменте и оно наблюдает некий наблюдатель наблюдает в том числе и мысли но не вовлекается в них потому что если ты вовлекаешься в мысли к примеру в какой-то сложной ситуации где тебя затрагерило и ты пытаешься эту ситуацию разрешить в уме в мыслях то мысли они у тебя уже запустилась реакция и ты пытаешь ее разрешить какая-то негативная в мыслях и мысли еще сильнее усиливают мысли если ты начнешь об этом думать раскручивать вот там нет выхода а ты ищешь там выход в мыслях выход ищешь не там выход он в том чтобы просто остаться внимательным в моменте и дать проявляться тому что проявляться наблюдать ощущения просто не не пытаясь как-то их убрать решить вот это вот с помощью мыслей а просто наблюдать ощущения когда ты наблюдаешь тогда ты чувствуешь когда ты внимателен тогда ты чувствуешь тогда ты живешь ну а по итогу это и не ты а просто внимание которое светит через глаза каждого человека каждого из нас которое является одним и в котором все проявляется, в том числе и мысли, в том числе и ощущения, в том числе и материя. И когда ты придаешь важность вот этим мыслям, каким-то идеям, которых ты нахватался про духовность, к примеру, про пробуждение, просветление, ты придал им очень сильный вес, тогда ты потерялся, все, ты не в моменте. У тебя есть какая-то идея, какая-то рамка, которой нужно следовать. Делать так-то и так-то, ведь только так и никак по-другому. Но это всего лишь идеи. А внимание, оно всегда здесь. Просветление, оно всегда здесь. Оно не где-то там, понимаешь? Это идея о том, что в будущем что-то. Ум живет в будущем и в прошлом, никогда в настоящем. Останься в настоящем, прочувствуй то, чем ты являешься. Ты уже этим являешься. Оно не появится, потому что оно уже есть. Оно всегда здесь. Вопрос лишь в том, внимательен ты или нет. Просто остаться максимально внимательным и не смотреть, не вовлекаться ни в какие идеи, ни в какие мысли, не придавать этому важность. Ведь то, что ты ищешь, оно прямо здесь и сейчас. А многие идеи могут тебя просто держать в клетке, а ты сам себя в клетку эту садишь. из-за своей невнимательности. Просто внимание отвлекается на эти идеи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Просто позволь себе остаться в тишине и спокойствии. Внимательно, чутко направляешь внимание в момент, в то, что есть в этом моменте. И картинка здесь есть. И ощущения в теле. И голос этот есть. И звуки. Просто останься в тишине, разрешай себе оставаться в тишине и спокойствии. Находи для этого время. Если ты не будешь находить для этого время, ты будешь бегать, как белочка в колесе. Постоянно проигрывая одни и те же мысли, одни и те же программы, постоянно вовлекаясь в игры ума, там выхода нет. Снаружи выхода нет. Снаружи ты не найдешь то, что ищешь. Оно все есть внутри. Под внутри я имею в виду в моменте, сейчас. Если ты хочешь жить медитативно, находи время для спокойствия, тишины. Учись этому. Просто оставайся в этом. Оставайся в моменте. Я тебе не даю никаких практик, никаких ничего, идей, рамок. Абсолютная свобода. В своем опыте поделиться, если им. Просто садись с открытыми глазами и ничего не делай. Просто будь внимателен. Быть внимательным это не значит делать. можно думать об этом и это значит делать. Но когда нет и думающего, нет тебя, нет никого. Остается лишь то, что остается. А остается лишь внимание и указатель на это состояние внутреннее. Внутреннее тишина и спокойствие. Все, ты пришел прямо сейчас. Это лишь идея о том, что ты придешь в будущем. момент один. Ты все время в одном и том же моменте. Не будет другого момента. Он всегда один и тот же. Только ум разделяет на другой момент и так далее. Только ум живет во времени. В разных моментах. только ум может сказать я и ты. Я и все остальное. Но если убрать его, а убирается оно с помощью внимательности, то что останется? С внимательностью ты перестанешь вовлекаться в ум. Он станет тише и тише. А тебе будет спокойнее, комфортнее и кайфовее и легче жить. Ведь каждый хочет жить в спокойствии, в тишине, в удовлетворении и в кайфе, и в легкости. Но ищут они это в вещах, которые могут что-то дать, какое-то состояние. но они не дают. Посмотри, все те вещи, которые у тебя были, появились, дали ли они тебе это состояние. Ум снова попросит что-то новое. В людях ищут. Люди. Люди им не могут этого дать. ищут свободу в деньгах. Ищут свободу в деньгах. ищут свободу в деньгах. Но чтобы это внутри прочувствовать. И убрать все-все слова, все-все идеи о духовности, все-все-все учения забыть. А сейчас такая точка. просто обнулиться и остаться в моменте. ты уже и есть то, что ты ищешь. Поэтому этого невозможно найти. Лишь только быть этим. Быть и являться присутствовать. логи, поэтому это не логи. Оせて логи. Что стоило логи. Только в этом состоянии ты сможешь почувствовать вкус жизни. Так как чувствовать — это значит быть внимательным. Это не жить в мире иллюзий, фантазий, в мире ума, а это быть здесь и сейчас, чувствовать и видеть все те маленькие штуки, которыми наполнена наша жизнь. Она состоит из маленьких штучек, но наблюдает это все одно — что-то стабильное, что-то, чем ты являешься. Если ты будешь думать, то тогда ты перестанешь чувствовать. А перестанешь чувствовать — значит перестанешь жить. Всем тем, кто досмотрел до конца видео, приглашаю вас на онлайн-ретрит, который начнется совсем скоро. Ссылочка будет в описании. Присоединяйтесь, выделяйте себе пару дней на то, чтобы погрузиться в суть того, кем вы являетесь. Выйти из автоматичности. А я вам помогу с этим. Благодарю. Субтитры сделал DimaTorzok